В Нижегородской области ведут статус детей военного времени. С такой инициативой выступил губернатор Глеб Никитин. Законопроект внесли в региональное законодательное собрание. Согласно документу, под льготные категории граждан попадают дети и дети-сироты военных годов, а также те несовершеннолетние, которые восстанавливали народное хозяйство в послевоенный период. В следующем году на эти цели выделят более 477 миллионов рублей из резервного фонда областного правительства. Эти льготы, согласно закону, который был принят, он будет распространяться на тех детей войны, у которых никаких нет льгот. Ведь дети войны – это и узники, и труженики тыла, и блокадники Ленинграда. У них уже есть льготы. А две льготы получать один человек не может. Для тех нижегородцев, которые попадают под льготные категории, предусмотрены меры социальной поддержки. Нагрудный знак «Дети военного времени». Единовременные выплаты от 3 до 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Кроме того, в следующем году для всех ветеранов Великой Отечественной войны планируют выпустить карты Победы номиналом в 1000 рублей по аналогии с Пушкинской картой. Когда узнала все это из интернета, что наконец-то принят закон, на крыльях летала. Потому что нашей целью работы нашей организации – это были два момента. Это добиться принятия закона о детях войны. И второе – это патриотическая работа нашей организации. Проект закона о детях военного времени неоднократно вносили в ЗАГС собрание, но каждый раз его отклоняли. Принятие нового закона – это победа и для Саровской общественной организации «Дети войны». Ее члены два раза отправляли письма на имя президента Российской Федерации, губернатора Нижегородской области, а также в региональное законодательное собрание. И что символично, в этом году отмечается 100-летие СССР. Мы, дети войны, все рождены в годы Советского Союза. Все мы – люди СССР. И вот в этом году, 30 декабря, будет отмечаться эта знаменательная дата. В честь этого была учреждена медаль «Столетие СССР». Вот такая медаль. Вручена мне была одной из первых в нашем городе. Новый закон о статусе детей военного времени вступит в силу с 1 января следующего года. Сейчас в Сарове живут более 4 тысяч детей войны. Светлана Ярунова, Евгений Шикриев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.